Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Книга скорби теперь навсегда раскрыта на этой странице в Адлере. Открыли памятник жертвам авиакатастрофы. Спорный спорт. В Лазаревском девушке устроили фитнес-разминку на мемориале у горки героев. Хотят ли русские войны? Круглый стол по таким названиям прошел в Сухуми. Его провел депутат Госдумы от Сочи Константин Затулин. У каждого объекта должен быть бренд. Концепцию развития туризма до 2035 года обсудили в Сочи. Более 10 миллиардов рублей в текущем году получат муниципалитеты Кубани на реализацию нацпроектов. О том, как идет выполнение программ, говорили на совещании у главы региона. О деталях Вениамину Кондратьеву доложили вице-губернаторы, профильные министры и руководители городов и районов. Хороший темп набрали проекты, связанные с безопасностью и качеством автодорог, демографией и культурой. Национальные проекты – это проверка должностных лиц всех уровней на мобильность, организованность, профессионализм, результативность. Это единственный шанс сделать рывок и экономический, и социально-бытовой, и в целом рывок благополучия жизни жителей нашего региона. Давайте этим воспользуемся. Мы и национальные проекты живут в одном алгоритме. Только тогда будет результат. Так, коллеги, я других способов не вижу. Я к вам ко всем с большим уважением отношусь. Но здесь надо работать 24 часа в сутки. И к этому вы должны уже быть готовы. Губернатор напомнил всем о персональной ответственности за срыв срока в реализации национальных проектов. Спрашивать будут как с крылых чиновников, так и с руководителей на местах. Видите, буквально в следующем коллекционном совещании вопросом именно состояния реализации национальных проектов мыс-поритетов. И там же также главы, которые продбуксовывают, что были поименованы в протоколе коллекционного совещания, чтобы еще раз подчеркивать, к ним можно было предъявить дисциплинарную ответственность за невыполнение национальных и региональных проектов. Чтобы полностью реализовать национальные проекты, в крае должны выполнить 46 региональных. Все они разбиты по 11 направлениям и затрагивают самые важные сферы жизни – от здравоохранения до экологии. В текущем году на выполнение региональных программ предусмотрено 24 миллиарда рублей. С сегодняшнего дня по всей стране повышаются тарифы на коммунальные услуги. По Краснодарскому краю рост составит в среднем 2,6%. Увеличение тарифов ЖКХ сегодня стало одним из основных вопросов на общекраевой планерке, которую провел глава региона Вениамин Кондратьев. Квитанции с новыми суммами жители Кубани получат в августе. В районах и поселениях уже необходимо провести информационную работу, чтобы для людей эта новость не стала неожиданностью, отметил губернатор. В августе жители края получат квитанции с увеличенными платежами. В среднем, еще раз подчеркиваю, на 2,6%. Вот первое, что мы должны сделать за этот месяц, это вести разъяснительную работу с населением. А второе, для любого человека принципиально важна обоснованность платежа. И качество, еще раз подчеркиваю, качество выполняемых услуг. Неважно, со стороны это энергоснабжающей организации, водоснабжающей организации, теплоснабжающей организации, мусороуборочной компании. Если уже люди платят за воду, тогда вода должна быть. Если они платят за электричество, то должно быть стабильным, а не с перебоями, с мерцающими лампочками и потом поломанными электроприборами. Еще и квитанция придет за эти услуги, где тариф в среднем на 2,6% подымется. Краевой департамент цен, здесь я прошу максимально взять под контроль тариф образования. И ГОЖИЛ-инспекция тоже подключаетесь. Максимально контролирует и обоснованность сегодня тарифов, которые будут, естественно, приходить в платеж к жителям края. И качество оказания услуг. На совещании также обсудили подготовку к оттопительному сезону. К 1 октября все источники тепла должны быть приведены в порядок, а паспорта готовности в муниципалитетах получены. Чтобы в дома бесперебойно поступало тепло, в районах за счет инвесторов модернизируют котельные. Эскроу-счета, повышение тарифов ЖКХ, транзит-санкционки и другие новшества. Что изменится в жизни россиян с 1 июля, узнаем из нашего обзора. Старая система долевого строительства домов с котлована с 1 июля уйдет в прошлое. Отрасль переходит на систему эскроу-счетов, сообщает сайт «Известия». Теперь между застройщиками и покупателями жилья появится посредник-контролер в виде банков. Схема будет выглядеть так. Покупатель отдает деньги не строителям, а банкам, которые кладут их на специальный счет. Застройщик получит их только после того, как покупателю вручат ключ от квартиры. Дом же будет возводиться на кредитные средства, которые банки будут выдавать строителям. Если застройщик нарушит обещание, покупатель получит средства обратно, а с компанией будет разбираться банк. Если же он обанкротится, агентство по страхованию вкладов гарантирует выплату до 10 миллионов рублей. Минстрой рассматривает 1 октября как предельный срок окончания проектов по многоквартирным домам, которые реализуются по старой схеме, без эскроу-счетов. С июля перевозчики, как российские, так и международные, смогут перевозить транзитом через территорию России санкционные грузы. Такое право может получить только тот, кто использует электронные навигационные пломбы. Это своеобразный замок с функциями мини-компьютера, который позволяет отслеживать и защищать груз от кражи. Перевозка санкционных грузов будет отслеживаться онлайн. Первые полгода установка, снятие пломб и внесение их данных в систему отслеживания будут бесплатными для грузоперевозчиков. Кроме того, на этот период отменяются и штрафы. 8 июля вступит в силу указ о запрете пассажирских авиаперевозок в Грузию из-за акций протеста в этой стране. Речь о временном ограничении. Конечный его срок не обозначен. Российским авиакомпаниям запрещено пускать рейсы в Грузию. Грузинским авиалиниям нельзя летать в Россию. А туроператорам рекомендовали пока воздержаться от продажи пакетных туров по этому направлению. Кстати, с июля обнулят НДС на авиаперевозки в обход столицы. Эта мера призвана улучшить транспортную доступность регионов. Такая задача поставлена в майском указе президента. Нулевой НДС, согласно документам, введен бессрочно. Теперь авиаперевозки, к примеру, из Якутска в Сочи, минуя Москву, будут несколько дешевле для авиакомпаний, чем через Москву. С 1 июля начнет действовать и одно из ограничений ставок по микрозаймам. Будет ограничена ежедневная процентная ставка. Раньше она превышала 2% годовых. Теперь же составит 1%. Также, начиная с июля, неработающие родители и опекуны, воспитывающие детей инвалидов и ухаживающие за инвалидами с детства первой группы, будут получать повышенную ежемесячную выплату – 10 тысяч рублей вместо 5,5. Для тех, кто уже получает эту выплату, ее пересчитают автоматически. Изменение, которое коснется всех жителей России – вторая волна роста цен на тарифы ЖКХ в связи с повышением НДС. В начале года они повысились на 1,7%, сейчас – на 2,4%. Кроме того, заканчивается действие соглашения между властями и нефтяными компаниями о сдерживании цен на нефть. Еще одна новость для автомобилистов. С 1 июля страховые компании обязаны указывать на сайте информацию о том, что они не могут заключать новые договоры ОСАГО. Причиной для этого может быть, в частности, отзыв лицензии Центробанком или превышение лимита проданных полисов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи девушки устроили фитнес-разминку на мемориале у Горки Героев. Этот памятник установлен в честь сражений за город в Лазаревском районе. На кадрах видно, как прямо возле стелы на Горке Героев несколько девушек приседают, прыгают по ступеням и выполняют другие упражнения. Как сообщают кубанские новости, ничего предосудительного в такой разминке ее участницы не увидели. Однако, это не первый случай, когда жители Краснодарского края позволяют себе вольное поведение рядом с памятниками. К примеру, 28 мая в Новороссийске компания молодых людей устроила странную фотосессию у мемориала «Малая земля». Участники получили 12 суток на двоих. Продолжаем. В минувшие выходные в Адлере открыли памятник погибшим при крушении самолета Ту-154. Трагедия произошла 25 декабря 2016 года, через несколько минут после взлета. На церемонию открытия прилетели представители Министерства обороны, делегации Сирийской Арабской Республики и родственники погибших. Памятная стела на набережной реки Мзымта выполнена в виде раскрытой книги. На ее страницах изображен разбившийся самолет и список имен погибших. 84 человека и 8 членов экипажа. Они летели в Сирию с мирной миссией. Тысячи и тысячи сочинцев шли на набережную в этот сквер с цветами. Появлялось много-много цветов. Люди искренне сожалели тому горю, которое случилось в России. Действительно, Россия потеряла самых надежных, самых надежных патриотов, самых надежных своих сыновей и дочерей. Сегодня скорбный день. Сегодня мы отдаем долг памяти пассажирам, которые погибли через несколько минут после взлета над Черным морем под Сочи. Мемориал как дань памяти. Со дня трагедии прошло два с половиной года. Погибли 65 артистов академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Семь военнослужащих. Один из них – капитан пресс-службы Минобороны Сергей Абросимов. Сопровождал девять журналистов. Да, это очень значимо. Я очень хотела этого. Все эти два с половиной года я стремилась сюда. Просто я боялась, что не найду. И теперь у меня действительно есть куда приехать. Мэрия курорта подобрала подходящее место и взяла на себя его благоустройство, а также работу по установке стелы. Официальные представители Вооруженных сил России поблагодарили город Сочи и лично мэра Анатолия Пахомова за помощь. Я выражаю искреннюю признательность и благодарность организаторам вот этой идеи. Руководителю администрации города Сочи Пахомову Анатолию Николаевичу за его решение открыть стелу именно здесь. Надеюсь, что память о наших боевых товарищах, о родных и близких будет долго и долго в наших сердцах. Мемориал расположен в центре Адлера на набережной реки Мзымта. Эта территория считается у горожан местом памяти. Здесь установлены памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Татьяна Говоркова, Елена Овсейцин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Хотят ли русские войны? Круглый стол под таким названием прошел в Сухуми. Его провел депутат Госдумы от Сочи и руководитель Института стран СНГ Константин Затулин. Беседу посвятили очередной годовщине миротворческой операции российских вооруженных сил в соседней республике. Константин Затулин отметил, что более 40 тысяч россиян участвовали в обеспечении мира в бывшей зоне грузино-абхазского конфликта. 117 из них погибли, двое были удостоены звания Героя России посмертно. В задачи миротворческих сил также входила охрана важных объектов коммуникации и сопровождения гуманитарных грузов. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поблагодарил миротворцев и российский военный контингент, который по-прежнему осуществляет функцию гаранта безопасности в Абхазии. Мород России, многие политические силы в России поддерживали Абхазию. И если бы не эта поддержка, вряд ли была бы возможность существования Абхазии и дальнейшее ее потом признание. Нам есть чем гордиться, когда мы вспоминаем о вот этой 14-летней миротворческой миссии в Абхазии. Мы ее завершили достойно признанием независимости Республики Абхазии, Республики Южная Осетия. Дорогие нам соседи, страны, с которыми нас связывает общее прошлое, настоящее и, я надеюсь, общее будущее союзников и друзей. Грузино-Абхазский конфликт, начавшийся в 1992 году, создал проблемы и для Сочи, куда хлынули тысячи беженцев. Порой бои между грузинскими и абхазскими вооруженными формированиями шли около границы. Жители Адлярского района могли отчетливо слышать звуки стрельбы. Поэтому миротворческая операция, а затем и признание России, независимости Абхазии и размещение там российских военных баз – это гарантия безопасности не только соседней республики, но и Сочи. В завершении круглого стола Константин Затуллин рассказал, что к концу года выйдет книга, посвященная 25-летию миротворческой операции в Абхазии. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. 2 июля в Сочи малооблачно. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем 24-26 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 24. Продолжаем. В Сочи сегодня спасатели вернули ребенка на берег. Днем в отряд позвонил мужчина и сообщил, что его сын на сапсерфе, то есть доске с веслом, плавал в акватории пляжа санаторий «Актер» и пропал из зоны видимости. Спасатели вышли в море на катере и обнаружили мальчика, которого течением отнесло в район санатория «Правда». Ребенка доставили на берег, где и передали родителям. Медицинская помощь не потребовалась. Концепцию развития туризма в Сочи до 2035 года обсудили в мэрии курорта. На очередном заседании экологического совета при главе города была представлена принципиально новая программа. Ее цель – развитие каждого уголка Сочи как потенциально привлекательного для туристов. Сохранение природного историко-культурного наследия и раскрытие рекреационного потенциала, в том числе сельских населенных пунктов. Сегодня это главные задачи экологического совета при главе города. Ученые работают над тем, чтобы местные достопримечательности использовались более эффективно. В Сочи около 70 поселков и каждый должен стать центром притяжения для гостей города. Ведь везде есть что-то особенное, отмечает Анатолий Пахомов. Нужно разработать и некие бренды, чтобы каждый турист понимал, чем, к примеру, Тхагапш отличается от Ореховки. Я и даю поручение, чтобы дальше, чтобы у нас, скажем, через месяц, через месяц, управление по курортам вместе с департаментом экономики и управлением культуры. По этой концепции создайте мне, пожалуйста, дорожную карту. Это, ну, это есть мотивация к тому, как вы должны работать. То есть вы должны прийти, во-первых, а куда ходить, что показывать, о чем говорить. И для того, чтобы это сделать, как ходить. То есть либо ходить через мосты, либо в брод переходить. То есть во всем этом нужно разобраться. Хорошо? Ровно месяц-труд. Обсудили на экосовете и круизный туризм. Здесь также необходима концепция, которая должна соединить турпотоки Средиземноморья и Черного моря. И здесь речь идет о включении города Сочи в программу федерального значения «Золотое кольцо Баспорского царства». Как известно, она входит в экскурсионную программу лайнера «Князь Владимир». Круиз которого лег в основу водного пути проекта. Лайнер курсирует по маршруту Сочи на в Российск Ялта-Севастополь-Сочи. В нашем городе «Князь Владимир» находится сутки. И за это время туристам можно предложить пять маршрутов античного туризма, включая развалины византийских храмов. Город Сочи начинается не с 1917 года. Да, он получился курорт 1917 года. Но город Сочи начался с первого века нашей эры. Мы можем принять и должны принять иностранных туристов в будущем в рамках вот этой концепции. Уникальность наша, наша уникальность должна сыграть несколько раз. Мы должны показать, кончаю, объекты негротические, которые у нас не учтены, кстати, в перечне реестров памяти про историю культурного наследия по закону Краснодарского права. Их нет, потому что они на территории Краснодарского права. Мы должны включить объекты античного наследия. И реально мы должны включить, отразить, что вся эта красота находится, объект цикличный, в уникальном латшафтном комплексе. Еще одним важным вопросом для экологов стало развитие комплекса «Дерево дружбы». В этом году уникальному дереву исполняется 85 лет. Сейчас «Дерево дружбы» – это большой комплекс с парком, выставкой и ботаническим садом. В планах создание Центра межконфессиональных коммуникаций. Здесь планируется высадить дерево-клон библейской смоковницы. Обсудили на экосовете и повышение экологической грамотности подрастающего поколения. Специалисты проводят тематические уроки, выставки, конкурсы. С октября по апрелях посетило около 14 тысяч школьников и дошколят. Как результат, впервые в Сочи во время выпускных вечеров прошла акция «Не отпускай меня», призванная прекратить традицию выпускать в небо шары. Эти атрибуты праздника на земле и в воде превращаются в токсичные вещества и становятся смертельным кормом для рыб, птиц и млекопитающих. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Праздник, с которого начинается будущее кубанских школьников. В Краснодаре прошел губернаторский бал на Казачьей площади. Вальсировали золотые медалисты, отличники и победители Олимпиад со всей Кубани. С напутственными словами героям праздника обратились глава региона Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. О трогательном и красивом вечере выпускников перед первым шагом во взрослую жизнь расскажут наши краснодарские коллеги. Мы бомба ожидаем, потому что губернаторский бал – это самое крутое событие в России. Бомба! На бал губернаторский мы собрались, ждет впереди нас взрослая жизнь. В школе учились 11 лет, в столице Кубани Атлеска привет! Золотые медалисты, круглые отличники и победители Олимпиад на губернаторский бал попали лучшие из лучших. Вчерашние школьники приехали сюда со всех уголков края, и каждый из них чувствует себя героем этого дня или королевой бала. Кажется, к этому вечеру они готовили все свои школьные годы. Парни в красивых костюмах, а девушки в таких плышных платьях, что кружится голова, и этот выпускной бал – самый многочисленный за всю историю. В нем принимает участие 2500 школьников. Уже по традиции выпускники края приняли участие в торжественном шествии. Колонна 11-классников прошла от сквера имени Жукова до Казачьей площади. Возглавил шествие сводный коллектив барабанщиков казачьих кадетских корпусов. Школьников поприветствовали глава Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Годы за партой и экзамены уже позади. Сегодня можно себе позволить не вспоминать о грядущих заботах. Впереди учеба в высших учебных заведениях. Многие приняли свое первое взрослое решение, кем стать в будущем. Я хочу поехать в Питер, там строить свой бизнес. Я пойду в Институт физкультуры и спорта и буду заниматься педагогикой, именно тренерством по волейболу. Мы решили стать военным. Я военным летчиком. Я военным топографом. Военный летчик. И хочу получить профессию экономиста. Очень рада, что по результатам ЕГЭ я прохожусь. Ну, я хочу стать программистом. Я к этому долго шел. Я будущее России. Я буду агрономом. Просто для вас. С окончанием школы лучших выпускников Кубани со сцены поздравили глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Губернатор отметил, что на бал были приглашены самые достойные и целеустремленные школьники, которые умеют следовать за своей мечтой. Краснодарский край – это ваш край. И неважно, родились ли вы здесь, либо приехали. Это край успешных, талантливых, амбициозных. Это край тех, кто уверенно смотрит в завтрашний день. Это край тех, кто хочет менять и меняет окружающий его мир. Мы ждем от вас новых открытий, достижений. Держите всегда высокую планку. Всю жизнь. Вы это сможете. Потому что на самом деле очень талантливые и одаренные. И с завтрашнего дня, даже с губернаторского бала, в вашей жизни на самом деле все только и начинается. Первые вершины, первые свершения, первые взрослые задачи и уже ваши первые самостоятельные решения. Вашей взрослой жизни. Я уверен, вы справитесь с любыми задачами. Вам любые жизненные проблемы по плечу. Так? Но очень важно, перешагивая этот рубеж между юностью и взрослой жизнью, всегда помните о тех, кто отдавал вам много, много сил. Кто вкладывал вас самих в себя. Кто поддерживал вас и помогал везде и во всем. То, конечно же, это ваши родители, это ваши бабушки, дедушки, это ваши близкие. И, конечно, ваши учителя. С началом новой взрослой жизни ваш час пришел. Так пусть он будет добрым. В добрый час. От имени депутатов Кубанского парламента поздравляю вас с окончанием школы. С сегодняшним прекрасным вечером. Сегодня здесь, на этой площади, собрались лучшие из лучших. Яркие, талантливые, амбициозные, целеустремленные. Вы доказали это своей отличной учебой. Во время бала тысячи пар синхронно танцевали на площади под музыку. Выпускники исполнили несколько танцев. Вальс, танго, хасл и даже казачий пляс. К школьникам присоединились и те, кто был с ними с самого начала пути. Родители и учителя. День, который выпускники 2019 точно никогда не забудут. Они так мечтали быстро повзрослеть. Но, кажется, теперь так хотят, чтобы этот долгожданный выпускной вечер не заканчивался. Яна Бузычкина, Вадим Волков, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Более 600 выпускников Сочинского института Российского университета дружбы народов получили дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании. Торжественная церемония проходила в институте под открытым небом на нескольких площадках одновременно. С волнением обладатели красных дипломов первым поднимались на сцену конференц-зала. За ними победители Олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, волонтеры масштабных мероприятий международного уровня, всех традиционных академических мантиях и конфедератках. Самый важный документ выпускникам вручал первый проректор Российского университета дружбы народов Александр Ефремов. Я поздравляю вас с тем, что вы получаете сегодня дипломы о высшем образовании. Мы, Надежда Ивановна, тоже гордимся, что у нас есть Сочинский институт, весь университет дружбы народов. Одни после бакалавриата продолжат учебу в магистратуре, другие уже подыскивают работу. Анвар возвращается в Чарджоу, где будет преподавать туркменским ребятам историю России. Говорит, самым сложным здесь в институте уже справился. Поначалу чуть-чуть это было трудно, а сейчас уже после второго, после третьего курса уже все нормально, прекрасно. Хотелось бы сказать спасибо большое за эти знания, за поддержку, все четыре года поддерживали. А по красной ковровой дорожке за советными дипломами идут специалисты среднего звена. Повара, дизайнеры, техники-технологи, бухгалтеры, программисты. У нас также была практика, практика в лучших отелях и ресторанах. Я, например, проходила практику в Редисоне. Неповторимый опыт, на самом деле бесценный. Грандиозный перформанс под открытым небом объединил выпускников, родителей и преподавателей. Кстати, более 34 тысяч выпускников, специалистов подготовил наш вуз и ранее существующее учебное заведение. Они счастливы, они учатся, они понимают, что это не окончание. Это всего лишь промежуточный этап. Те, кто уже получил дипломы, могли принять участие в съемках моментального видеоклипа. Повсюду можно было наблюдать, как выпускники делали памятные селфи с теми, с кем 4 года слушали лекции, писали конспекты, готовились к экзаменам. Для того, чтобы этот праздник им запомнился на всю жизнь, на территории вуза было организовано множество интерактивных и фотозон. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.